Деньги – это гениальнейшее изобретение человечества. Гениальнейшее. Деньги – это великолепный инструмент. Это кровеносная система планет. Но в то же время для людей слабых духом и умом, для людей неосознанных, деньги – это духовная смерть. Хочу обратить ваше внимание, уважаемый Андрей, сколько сегодня вокруг нас с вами людей, которые из прекрасного инструмента. Деньги – это прекраснейший инструмент. Это свобода. Это безграничные возможности. Для себя создали кумира. Золотого тельца. Как говорили мудрецы. И они поклоняются деньгам. Как только деньги превращаются в золотого тельца, в кумира в цель, в виде яхт, домов, каких-то еще развлечений, наступает духовная смерть. Уже деньги управляют человеком. Деньги ему говорят, с кем дружить, за кого выходить замуж, кого любить, в кавычках любить. Уже деньги становятся хозяином человеческой души. И вот здесь наступает постепенная, незаметная, но духовная смерть. Остается оболочка, остается ум, порой даже очень хитрый, ловкий ум, начитанный ум, но души нет. Человек отличается от животных, во всяком случае на земле, то, что мы видим с вами, не только интеллектом, но и духовность, душа. Человек может делать нелогичные вещи. Любовь, доброта, уважение, благодарность, честь, достоинство, сострадание. Вот эти вечные человеческие ценности, это вечная сила, которая делает нас счастливыми. Это главное, может быть, для чего мы живем, чтобы стать счастливыми. Но как только человек берет точный, тупой, прямой, плоский такой курс на деньги и поклоняется деньгам, о величии, о душе, о счастье говорить не приходится. Такие люди сосредоточат все свое внимание на деньгах, естественно, на удовольствиях, на чистолюбии, не любовь, а чистолюбие. У кого для нее машина дороже, у кого какие-то более крутые, я не знаю, яхты, самолеты, дома или квартира. И человек упускает самая главная жизнь. Будьте осторожны. Не продавайте свою душу за деньги. И более того, я скажу вам абсолютно точно, друзья, то, что вы продадите душу за деньги, это не гарантия того, что вы станете богатым и успешным. То, что страдать будете, это гарантирует. На самом деле, когда мы говорим о деньгах как инструменте, и, соответственно, я бы порекомендовал и к бизнесу относиться как к инструменту для развития души, разума, силы воли, энтузиазма, своих самых лучших качеств. Когда вы относитесь к деньгам как к инструменту, а для здравых людей так оно и есть. Так оно и есть. Деньги это инструмент. Для кого-то, конечно, это инструмент чистолюбия, еще чего-то, но обратите внимание. Люди, которые что-то создали в своей жизни, я говорю о мультимиллиардерах, они ведут достаточно скромный образ жизни. Потому что они понимают, что сто раз в день не покушаешь, на ста машинах не поедешь. Они понимают прекрасно, что мы приходим голыми и уходим голыми. Они понимают прекрасно, мудрые люди, миллиардеры, что деньги это инструмент, который действительно очень уникальный. Он позволяет очень многое сделать. Пустые, духовные люди, становясь богатыми, становятся, еще может быть, даже более несчастными, более несвободными, более публичными. А счастья нет. Когда человек становится рабом денег, он уже не может ими эффективно распоряжаться. Он не может уже рисковать, он не может ими управлять. Он как кролик, вот его гипнотизирует, удав какой-то, ну такая есть метафора. Он смотрит на эти деньги, поклоняется им. А инструменту не надо поклоняться, им надо действовать решительно, эффективно. Я думаю, что если вы стали на путь предпринимателем, предпринимателем, ну совершенно очевидны есть параметры, когда деньги становятся инструментом для человека. Они должны так быть всегда. Это их эффективность, это риски, это рентабельность. Об этом мы можем поговорить позже. И это особая тема. И у меня есть совершенно четкое понимание, что в современном мире, когда на фондовом финансовом рынке более 500 операций, нужно все процессы упрощать. Упрощать. Увидеть в целом картину, как полководцы. Как распоряжаться деньгами. Как управлять ими. Это отдельная тема, и не такая большая. Мы обязательно, я обязательно не дам ответ, но только нужно конкретизировать. Потому что, когда мы говорим денежные потоки, что это за потоки? Это потоки в кафе, в Starbucks, допустим, сеть, такая кафе в Америке, или там McDonald's. Или потоки в банке, или потоки в сельском хозяйстве, или потоки там на бирже, еще где-то, и так далее, и так далее, и так далее. То есть нужно рассматривать какие-то инструменты в конкретном случае. Но я прошу вас всегда помнить одну главную установку. Не вы для денег, понимаете? А деньги для вас. Будьте хозяев, будьте выше этого всего. Душа бессмертна. Она, это единственное божественное творение, которое есть в вас. И только сохранив свою душу, вы можете быть по-настоящему счастливым и сделать счастливых других людей. Счастливыми других людей. Не становитесь рабом денег. Вот первый путь, прямая дорога в ад, это стать рабом денег, поклоняться деньгам. Все. Больше нет бойца, больше нет конкурентоспособного предпринимателя, личности нет. Поэтому отсюда наступают только одни проблемы. Это я вам точно говорю. И упрощайте. Смотрите сверху на картину, будьте осознанны. Посмотрите на свой город, прекрасный Ленинград, сверху. Посмотрите, какая роль денег в этом городе. Как они работают. Как какие-то потоки, ручейки. Посмотрите, как сталкиваются интересы. Посмотрите сверху, как полководец. Если же люди смотрят как рабы, как правило, деньги не то, что о них обходит даже таких людей. Будьте над деньгами. Будьте над тщеславием. Будьте над славой. Будьте над олимпийскими какими-то бизнес-процессами. Работайте. Совершенствуйте свой интеллект, дух. Будьте осознанными. А деньги это прилагатель. Это прилагательно к вашему внутреннему развитию. К развитию интеллекта, души, знаний, опыта, силы воли. Учитесь переносить удары, падения, разорения. И кстати, когда разоряетесь, если вы относитесь к деньгам как к кумиру, как к золотому тельцу, рушится ваш кумир, рушится предмет вашего поклонения и обожания. И рушится вместе с ним ваша жизнь. И вы погибаете под обломками. А если вы к деньгам относитесь как к инструменту, ну что ж, стали нищими, разорились. Как говорил великий предприниматель японский сад Чиро Кондо, что такое формула успеха? 99 неудач и 1 успех. И вы легко переносите поражение, вы легко переносите разорение. Вы привык дайте опыт, знание при разорении, при катастрофе какой-то финансовой. Но вы становитесь умнее, сильнее духом и дальше двигаетесь вперед. Так что деньги это инструмент прекрасный, но в то же время это ваши слуги, это ваши прилагательные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова